Доброе утро. Яна на завтрак собирается. Уже часа полтора, наверное. Нет, просто потом, Женя, я вам обидел. Даст мне время собрать и приехать. Ну да, перед завтраком, да, на всякий случай. Вдруг ванная закрывается. Слушай, как с телевизором круто, ванная. Как бы уставить наше зеркало? А хотите, я мне скажу, что я с собой взяла? Ты помнишь, что я с собой взяла? Чего тут рассказывать? Я взяла с собой мусс, лап. Вы все спрашиваете, как с тонкими волосами. Сделать так, чтобы было много. Мы тут, собственно, берем мусс, лачок и... И хитрите. И хитрите. Да, Женька тоже приучила так делать, поэтому... Я муссом не пользуюсь давно. Я пробовал, но у меня что-то... Да, поэтому выливает на свою пол флаконного лака. Вот. Еще я взяла Аподик свой. Что взяла? Аподик свой от Ультра. Это то, что я давно говорила с Сейсу. Причем не черная крышечка. Я потеряла крышечку. Это такой, знаете... Это ультралимитированный сейс. Домашний моментик. Вот. Ну ничего. Вот. Потом я взяла с собой маслица. Хэрспа, моя любимая. По-прежнему. Потому что оно такое легкое и не оставляет... каких-то следов таких жирностей. Но, опять же, помните, что не нужно мазать корни обязательно. Нужно мазать именно кончики, чтобы они обмятли после мусса. После мусса. Блин, вот реально шварцкопы, ну просто денег было. Нет, подожди, а вот без масла без этого... Что? Что с кончиками? Они сухие из-за того, что мусса я много делаю. То есть ты чувствуешь сухость кончиков волос? Жень, ты что офигел? По всей длине ты чувствуешь вот волосы и на кончиков тебе сухо. Маленькое слово становится после сушки. И чтобы размягчить кончики, чтобы они лежали хорошо, я делаю масло. Ладно, ты все рассказала? Нет, не все еще. Вот. Еще. Мне нравятся вот эти два корректора в Шанельевске. Помните, я вам говорила, что мне нравится мак? Пролонгвэ. Вот, это тоже хороший очень аналог, маковский Пролонгвэ. И они удобны тем, что у них только бибка есть. Ну можно, короче, как сказать, оперативнее воспользоваться. Вот, а у мак такой нету, в этом минус. Ну и любимая тушь, тоже Шанельевская. Очень интересно, продолжай. Когда даже не подею мне девочку, мне кажется, это интересно. Так что хватит. Сейчас пойдем. Камеру-то не девочка держит? Вау. Может, всё, хватит. Карандашик Том Форд. И Мерису брови. Гель, кстати, не закрут. Гель для бровей. Ими фиксирую в волосочке. На бровях. На бровях, точно. Моментик. Ну под подмышками тоже, но мы об этом не будем говорить. Но об этом не будем. История молчает. Вот, от Make Up For Ella. Пудры у меня две маковские. Тёмная, светлая, для скульптурирования. Третья тоже маковская, для прорисовки ску, носа. Вот. Румяный герлин. Персиковый. Питчбой. Я им тысяча лет уже писала про них, но до сих пор не изменяю. Питчбой? Питчбой это... Да. Персиковый мальчик? Да. Неплохое название. Еще у меня есть супертоник, когда мне, ну, крайне лень умываться. Я беру бутылочку с собой, короче, и стираю весь свой мейк. Ну и для съемок, я вам говорила же про свои там такие кафе LHD, мне они тоже очень нравятся. Потому что они достаточно тонкие и пластичные одновременно. И если у меня нет съемок, ну, или просто я решаю себя пощадить. Я вам тоже писала, что вот это Оксан. Это та же, кстати, сидя, что и тоник. Они очень крутые. И... Сколько? Все, блин. У меня на бьюти-блог было секунд десять, наверное, а ты начала тут. Подожди, я еще сейчас скажу про это Оксан. Давай только те, кто заплатил. Вот, кстати, блин, никто не платил. Вот, блин, крему из них никто не платил. Да, кстати, мои здесь баночки есть. Я ими не пользуюсь, но... Но они есть. Я не сказала еще про это Оксан, потому что... Ну, подожди, мужской важнее, у меня все две баночки. Вот есть такой крем какой-то, all-in-one. Вот это вот ключевое слово, ему можно мазать все. И второе, Tom Ford, в общем, это от... От чего это вообще? От морщин под глазами. От морщин под глазами, да. Они как новые, им уже голод. Это за... Это за... Как Женя больше. Я ненавижу вот эти вот... С теми вот этими штуками. Короче, от Оксана у меня получается довольно много средств. И вот это средство выйдет в мае. Я его тестирую, и оно очень крутое. Потому что это как база. У него SPF 30, а вот у этого, кстати, средство SPF 50. И в связи с моими намеками на пигментацию, мне это очень актуально. Что это за намеки на пигментацию? А еще... Жень, девочки, по-моему, это не для тебя информация. Есть такое следство под глаза. Оно с такой вот штучкой, и оно такое дает легкое сияние. В общем, мне тоже очень нравится. Моя тоже с такой штучкой. И вот мне единственное, что понравилось в этой фиговине вот такая вот. Под глазами удобно лазать. Походный ароматик. Blackberry. Джомолан. Кстати, правильно писали. Они действительно очень классно пахнут, но... Они не особо держатся. Вот самый кайф – это тот момент, когда Яна побрызгалась. Это мой любимый аромат, наверное, женский. Все, короче, я облакую. Что-то у меня как-то быстро закончилось. В общем, у меня вот эти два средства, которыми я пользуюсь крайне редко и не могу ничего сказать о их эффективности. У меня триммер, зубная паста и Янин лак для волос. У нас бардак, мы сегодня наконец-то пустим в горничную. А, у меня еще вот такой аромат кинзо с собой. Как из детства. Когда-то в детстве я у кого-то унюхал или услышал, как правильно будет этот аромат. Он мне очень понравился, но не было, к сожалению, возможности в тот момент купить оригинальный кинзо. Поэтому увидел совершенно случайно. Около метро продавали тогда какие-то аналоги. И как раз продавец говорит, вот этот аромат как кинзо. То есть там был даже не похож флакон, но в итоге его купил. И пах кинзо, можно сказать. В течение там, наверное, какого-нибудь там 8-9 класса или может 10-го. Не помню. Вот такой у нас срач. Я не люблю, когда к нам приходит в номер кто-то. Поэтому стараемся никого не пускать. То есть здесь лежат всякие флешки, аккумуляторы, куча проводов. Помимо того, что все остальное еще разбросано. У Яны тут вообще срач постоянный. Чтобы мы сейчас в горничную пустили, хотя бы разгреби для нее немножко место. Вот так всегда перед приходом горничной нам обязательно нужно разгребать номер, убираться и... Ну блин, это просто следование. Ну видите, с ума сойдет. Да нормально. Ни одна горничная с ума не сходила. Ты вообще кусочек интимной жизни. Ты какая она интимная. Какая она интимная. Обычный лифтик. Ты спросила матрешку, можно забрать? Да, спасибо. Это важный момент. Важный-важный. Ты хочешь что-то купить? Тебя. Яна снимает все свои луки. Вот как каждый перед выходом. Она смотрит расписание наших поездок. И знает точно сколько ей понадобится луков. И они все у нее по полочкам. Я же кидаю всю одежду, которую носил там за последний месяц. И потом пытаюсь это все скомбинировать периодически. Не находя нужного верха там, например, низа. Поэтому хожу в одном и том же. Яна Фисте без лука. Яна, а что было в этом вот? Мне так нравится этот мешочек. Мешочек Луи Виттон. И все. Ничего интересного. Ну, если можно назвать быстренькими наши завтраки, то да, поедим и вернемся. Все, снимем там. Яна сейчас говорит, что мне одеть на завтрак. Говорит, есть вот это платье, но я должна быть в короне в этом платье. На завтрак в короне. Ну, конечно. Нам простолюдинам не понять, как можно на завтрак без короны и все. Серьезно? Идем заняться. Я это покажу. Нет. Покажу. Нет. У меня будет отдельный канал, там только правда будет. А мы, кстати, купили деньги. Купили старые деньги. Не знаю, похоже на настоящие. Вот этих ненамного таких рублевок. А вот такие большие портянки. 3 рубля. А какого года-то, кстати, они? 905-го года. Круто. И 5 рублей. А 5 рублей какое? 909-го года. Больше 100 лет. Солёшь я? За 500 рублей. Шикарно. Тут не так много народу. Вчера дофига прям было. А мне не надо. Меню у меня просто. Можно, пожалуйста, яйца Бенедикт тоже с лососем? С лососем. И апельсиновое можно. Два. Да? Ты тоже будешь с Собжа? Да, это апельсиновое. Яйцо по мексикански. Яйцо по мексикански. Блин. А может, ты ещё возьмёшь просто одно? Посмотрим, что это такое. Звукомоле? Единственное, это не входит. Это стоимость завтра. Какая-то сиденькая. Не, ну уже отдельная стоимость неинтересная. Ну, что там мексиканское яйцо? Звукомоле. Как-нибудь ерунда вообще. Ну, мёсли это скучно, это дома каждый день. Есть Женя на тарелке? Да, спасибо. А есть моя. Видите разницу? Нет, у меня есть ещё одна тарелка. Понятно. Мне даже не стыдно, потому что я в отеле и не в своём городе. В тот момент, когда у меня обе тарелки нельзя сфотать для Инстаграма. Бекон хотел очень привлекательно выглядеть. Вот реальность. А вот фотография, которую я опубликую сегодняшнюю завтраку. Смотри. Весенец, вкладывала. Это постный бекон, интересно, сейчас пост же. Скажи, тостик очень тоненький, а икры очень много. И получается как-то... Неправда. Народную ненависть уже. Ты что мне снимать? Я? Ну, я просто снимаю, когда у тебя минимальное количество икры на завтраке. Я чёрную-то отставил в сторону? Чёрную ненависть. Чёрную ненависть. Кокорыца ногой отодвинула. Ничего не испортило впечатление о Питере. Вообще никакая мелочь с этой. Чёрная ненависть, конечно, не испортила. Ничего не испортило впечатление о Питере. Даже вот эта икра на слишком тоненьком тосте. Из рыбы. Из рыбы. Фу. Успешный человек не тот, который ест, а тот, который красиво фотографирует. Мексиканский для вас. Как вкусно всё. Круто. И он очень вкусный. За деньги всё вкусно. За деньги всё вкусно. Прежде всего, по-моему, яйца по-мексикански. Они сделаны из лакамои. То есть, внизу, как лучка-венедикт. Вот тут аллокадо, сырок. Короче, всё самое вкусное сразу. На вкус просто очень вкусный. А я думала раньше, что я себе не к самой вкусу. Нифига. Красный перчик вот этот, попробуй. Я пошла. Ну, попробуй. Я же пробую. Ну что ты пелишься? Ну что ты пелишься, пакет? Я такая злина. Ну, давай-давай. Ды-ды-ды-ды-ды. я столько чихвашек не видел еще одного хозяина я даже когда теряюсь в каком-то городе я все равно иду и ищу без карты не умею пользоваться приложением королева королева осторожно не улыбайся пойдем вот туда а вы правда катерина правда екатерина ты меня сфотографироваться у тебя фотки сейчас просто исторические ценности буквально нам надо было соврать их всех короче всех в эту кучку и и окружить себя ими встреча с подписчиками я твои подписчики остались не в том веке сфотографироваться на фоне арки пока нет этих пришельцев ты каком себе не это не хочу хочу рассодрать морду на дворецкой слушай погода офигеть голубое небо солнце дворцовой площади я на настроили много на самом деле можно было бы квадрат построить инстаграм все как питер суши но вот эта погода это конечно вообще это это знак мне сильно писали что если ты любишь питер то он это чувствует и начинает любить тебя вот он мне кажется после моего поста это прочувствовал и освободил небо это рубрика наук ламент да так вечером такую компанию встретишь пьяных какая-то красивая все-таки да я пока полиция забрала кофе с собой вроде написано было кофе с собой мы и взяли офигенная вообще тема красиво жить не запретишь нифига у тебя завтрак здесь а ты что за единоличество то ты присоединяйся присоединяйся я на столе вот на дом посижу вот со своим воображаемым столиком снова оказался я в Питере я стою в своем черном свете сегодня вечер должен быть апатичный потому что так сложились обстоятельства в общем благодаря тому что мы опоздали на сапсан мы впервые гуляем вокруг исааки у собора и повернули за угол отеля за другой мы гуляем в другую сторону вообще, приятно нифига себе черная икра размером с красную шикарно шикарно идеальный ресторан я нашла здесь что-то за 67 за 67? бери 10 10 по 67 18 рублей грамм это за 1 кремку цена? 120 граммов чик, 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 нефига себе а что такое поребрик? завалил на первом вовсросе, да? поребрик поребрик Ну давай, работай, логика. Приготовленная репка. Репка? Тогда был бы порепник. Нет, это репка на порог. Нет, это не еда. Ну давай, порепник. Бордюр. Ты посмотрела, что ли? Бордюр. Ну, парадная, понятно. Парадная подъезд. У нас подъезд. Здесь парадная. Что такое подлон? Бадлон. Ну, это как-то пиадлон, это как-то бадлон. Волантик. Бадлон это водолазка. Да-да. В Москве половник. А в Питере? Поварежка. Гениально. Ты? Я буду оттеневриваться. А, например, у нас в Москве вафельный рожок, а в Питере сахарная трубочка. Как тебе такое? Очень рождающий. Трубочка это вот, а рожок это вот. Ну вот, да, рожок, он такой, рожок, конусообразный, а трубочка это трубочка сахара. Питерцев так устроены глазки, что они не различают. Ну, хорош. Так и так. Я не смогу это вырезать. У нас одним дублем идет. Псюг. Яна говорит, что питерцев глазки устроены так, что они рожок видят, как трубочку. Мне кажется, только за это ее можно недолюбливать. Ну, слушай, у нас сибиряков, все, никого людей. У сибиряков глазки так устроены, что они кедровые орехи прям видят, с земли, да? С земли. У нас в Москве пакет, а в Питере кулек. То есть ты хочешь сказать, что Питерцев с так глазки устроены, что они кулек не могут отличить от авоськи? То есть разница, мне кажется, вообще прям колоссальная. Нет, ты приходишь в Луи Виттон и говоришь, заверите мне, пожалуйста, в кулек красовки. В Москве говорят сквер, а в Питере говорят садик. Да? У вас садик? Ну, в скверике тоже допустим. А вот кулек и пакет, вот у нас вопрос. У нас пакет, а в Питере кулек, это правда? Ну, в интернете так написано. А еще? Точно могу сказать, что пончик и пышка. Вот пончик и пышка, да, мы уже... Мне кажется, это в гугле, да, какие-то эти. Это просто антипитерцы. Но мне кажется, тогда вот это вот тоже, наверное, такой же кредит, как пульт. В Москве пульт для телевизора. А в Питере лентяйка или переключалка. Переключалка вообще шикарно звучит. Пульт. Короче, не считайте в гугле ничего. Спасибо. Это Мадленко. 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 Видите, а у нас в Москве-то песочные часы. А конфетки две, а часов три. Потому что часы, они предназначены для разных типов чая. Соответственно, у нас белый чай, это белое время, 5 минут. Ну, честно говоря, лучше минут 7. Спасибо. Пожалуйста. Я первый раз такое встречаю. Я думал, это когда какую конфетку есть. Конфеток было 6 на самом деле, в порции, но... Мы попросили 4 ликвидировать и принести только 2. Я тренеру покажу это видео. Нет. Да. Ты сфотографировал от тренера? Нет. У нас тренером общий чат в WhatsApp'е, и Яна туда отправляет всю еду. Я же чат не показываю. Там тренер, наверное, смотрит. У меня желудок болит и есть хочу. И Яна там каждый день скидывает все, что она за день съела. Так еще красиво фотографирует всегда. Где там гастрономический инстаграм. Мне кофе принесли в моем любимом стаканчике. Вот с суперкомфортной ручкой. Но одно меня радует, не принеси трубочку. Вот как можно горячий кофе пить трубочкой. Еще вот такой ручкой. Слушай, а ты знаешь, если ничего делать? Мне кажется, лата, он должен быть по умолчанию в бумажном стакане. Кофе через трубочку горячую. Он говорит, я не понимаю, как пить кофе без кулочки. Они в бутенах были? В джимичу. Ну давай. Размаш, как ты любишь по носу и по щекам. Так, все. Тебе легче становится? Уже в принципе пофигу, что на поезд опоздали, да? Блин, ну такой момент был. Ты все сексом испорнила. Что, дыхать, приехали или работать? Что делать? Жесткий. Сладкий. Да ну, я от тебя калорий поцеплю. Каких-нибудь. Намажешь мне спину, будешь писать. Шоколадный палец. Ну давай, вторую конфетку и спа. Все, теперь спа. Нифига себе, мы в номер такие заходим, а здесь... Короче, если вы опаздываете на Сапсан, то вам приносит шампанское или что это такое? Просекко. Просекко и фруктики. Вот, и вы можете провести романтический вечер в отеле Four Seasons. Есть маленькая сносочка такая. Мы не пьем алкоголь уже лет 6-7. И едим фрукты по вечерам. Но это лучше, ребята, это так приятно. Спасибо вам большое. Да, это реально круто. Очень крутой сервис, поэтому прям спасибо. И вид крутой. А теперь мы в спа. А теперь мы распечатываем заново наш чемодан, в котором остались наши плавки. Он сейчас взорвется. Да, и идем в спа. Я думаю, мы вас возьмем с собой. Да? Можно. Передевайся давай, так просмотров больше будет. На лабутенах нах. Психушка. Я ничего. Как тебе Питер?